Аминь. Спасибо. Альфия, Эльдарчик, замечательное пение, поклонение. С нами всемогущий Бог. Слава Богу. Иисус на троне. Он совершил. Собою искупил грех. Иисус имя превыше всех. Отец наш Небесный, мои благодарны Тебе за эту удивительную скинью, скинью духовного собрания молитвенного, которую Ты раскидываешь, и об этом написано в Евангелии от Иоанна в 14 главе 23 стихе. Вот мы и собрались. И Ты любишь тех, кто исповедует слово Сына. И Сын любит. И Ты, Отец, и Сын, приходите и сотворяйте обитель. Эту скинью удивительна. Духом Святым. И мы наслаждаемся Ею, поскольку Дух Святой в нас. Благослови, Господь, это слово перед молитвой. Прославься, Господь. Запечатлевай, как печатью, то, что говорится, это Твое слово. Слава Тебя. По имя Твоего Иисуса, аминь. Есть определенные шаги, которые мы делаем в своей жизни в приближении Господа. В послании к Ефесянам в 5 главе, в 18 стихе, говорится о нашей ответственности. Исполняться Духом Святым. Он в нас. Но должен произойти переход. Мы с вами находимся в мире, реагируем на различные посылы, которые идут из мира. И размышляем. Там многое есть то, что доставляет нам некоторую неприятность, порой страдания. И Бог предлагает, чтобы мы исполнялись Духом Святым и были в том месте, где это осуществляется. Это один шаг. Мы с вами пели. Через некоторое время у нас будет время молитвы. Интересно, в Ефесянах в 6 главе с 10 стиха говорится о всеоружии Божьем, которые нам Бог передаёт. И Он желает, чтобы мы принимали это. Если начало – это исполняться Духом Святым, песнопения, слова ободрения, это послушание Слову Божьему и пребывание в Слове Божьем, то здесь очень интересные истины, которые заряжают нас и настраивают на определённый лад. Посмотрите. Семь частей. Четырнадцатый стих. Итак, встаньте, припоясавши чресло ваше истинною. Встаньте. Припоясавши чресло – это обозначает, что сейчас наступает решительное действие. Это пояс. Но здесь написано – духовный пояс – это истина. Когда-то Понтий Пилат в восемнадцатой главе Евангелия от Иоанна, разговаривая с Иисусом, задаёт ему вопрос. «Так ты действительно царь иудейский». Иисус отвечает ему – это восемнадцатая глава, тридцать третий стих. «От себя ли ты, говоришь, это твоё размышление? Или другие сказали тебе обо мне?» Пилат отвечал – разве я иудей, что от себя буду говорить? «Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Итак, вопрос был. «Итак ты царь иудейский». «Это ты от себя говоришь?» Дело в том, что Понтий Пилат – это высокое положение, это посол Римской империи в Иудее. И происходят события, о которых он знает. Потому что посол такого ранга, он отвечает за спокойствие в этой стране, куда он послан. И здесь разворачивается картина, что, с одной стороны, очень много говорится о человеке, который делает столько добра, творит чудеса. Понтий Пилат, вероятно, вникает в это. Он слышит о том, что ожидают иудеи пришествия Мессии, как царя. Он хочет с ним поговорить. «Твой народ предал тебя мне. И что ты сделал?» – спрашивает он. Иисус отвечал, «Царство Мое не от мира этого. Если бы от мира было царство Мое, то служители Мои подвязались бы за Меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство Мое не отсюда». Как он служит Понтию Пилата? Пилат сказал, «Итак, ты царь?» Иисус продолжает учение. «Ты говоришь, что я царь. А вот для чего я пришел в этот мир. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает голоса Моего. Я родился и пришел в этот мир, чтобы свидетельствовать об истине». Люди откликаются и те, которые любят истину, всякий, кто от этой истины слушает голоса Моего. Он практически окружает Понтия Пилата. Он хочет ему сообщить эту истину. которую незадолго до этого в 14 главе он объявлял своим ученикам. Он сказал четыре основоположения его действия. 14 глава, Евангелие от Иоанна, 6 стих. «Я есть путь». Это путь Бога. «Я есть истина». Это истина спасения. Единственного пути спасения – это Он. Путь Бога, истина Бога и жизнь Бога. И четвертая, только через Меня можно прийти к Отцу. Итак, в разговоре с Понтием Пилатом Иисус сказал, «Я есть истина». «Всякий, кто от истины слушает голоса Моего». Понтий Пилат сказал Ему, что есть истина. И, сказав это, опять вышел к Иудее. И сказал, «Я никакой вины в Нем не нахожу». Но вот это действие, действие Он спросил, а что есть истина. Иисус ответил, «Я родился, пришел в этот мир, чтобы свидетельствовать об истине». Петр, как блаженны ученики Иисуса, слышавшие Его слова, верившие Ему. Петр, как бы завершающий такой шаг и его утверждение, «Мы никуда от Тебя не уйдем. у Тебя такие слова, которые мы слышим, и они становятся действующей силой в нас, ремой, из логоса, объективного слова. В нас это действие. И это действие по направлению к Богу. Мы не пойдем никуда». Вот она истина, которой нам предложено припоясаться во всеоружии Божьем. Ефесянам 6 глава, 14 стих. «Припояшьте свои чресла». Для этого нужно иметь поясницу, пояс, чтобы идти в путь, чтобы идти путем Христа. «Припояшьтесь истинною». Это первое из семи. Второе, смотрите, это там же послание к Ефесянам. Сейчас, извините. Итак, послание к Ефесянам, 6 глава, 14 стих, вторая часть. Итак, первое – это пояс, истина. Второе – облегшись в броню праведности. Броня защищает вот эту часть от плеч и до поясницы, а также и спину. Чем защищает? Броня – это такие металлические, небольшие пластины, через которые не проникает стрела, меч. А здесь для нас какая броня. Вот мы с вами в обыкновенных гражданских одеждах. Духовная броня. Так же, как и опоясание духовное, истина. А здесь броня какая чудесная. Это броня праведности. Это обозначает совершилось. Он принёс себя в жертву. Сказал эти слова. Совершилось. Он взял грехи всего мира на себя. Первая Иоанна, 2 глава, 2 стих. И в 18 главе Евангелия от Иоанна, 30 стих, он сказал, совершилось. Завершено. Я довёл то обетование, которое было дано. Мною же. Да? Это Господь Бог разговаривал в Эдемском саду. Молчал змей, молчали и Адам, и Ева. А обетование произошло через несколько тысяч лет. От нашего времени, две тысячи лет назад. Он взошёл на крест. И всякий верующий в Него не погибнет. Так он сам сказал. Это любовь Бога, которая подвигла Его пойти на крест и забрать все наши грехи, омыть нас. И мы стали в Нём праведные. Мы стали новыми людьми, принадлежащими Иисусу Христу. Броня праведности. Посмотрите, у меня есть истина, Господь Иисус. У меня есть праведность, Господь Иисус. Первое послание Коринфянам, первая глава, 30 стих, говорится, что Иисус Христос, Он сделался для нас премудростью Божьей, праведностью, освящением. Он для нас церковь, Он для нас всё. Как об этом написано в послании Колоссян во второй главе 9-10 стихи. Следующее, третье. Итак, у нас есть истина, она в нашем сердце. У нас есть броня, это праведность, завершённая работа Иисуса Христа. Всё Он сделал для нас. И теперь нам предложено ходить в этой праведности. Третье. Мы говорим об этом и об истине, и о праведности. А третье – это обувши ноги в готовность благовествовать мир, нести Евангелие. Четвёртое. А больше всего, 16 стих, возьмите щит веры, которым стрелы лукавого, все раскалённые стрелы лукавого сможете угасить. Щит веры. Не выходи из дома без веры. Как она замечательно описана в послании к евреям в 12 главе 2 стихе. Иисус Христос является начальником и совершителем нашей веры. Наша вера в Иисуса Христа. и Его Слово, и Его священство, и Его пророчество, и Его царственность. Об этом пишется. Иисус Христос он и совершает, совершает, а автор этого он начал и он совершает. Об этом пишется и Фесянам 2, 4 глава с 11 стиха по 15. Он проповедует об этом в собрании святых для того, чтобы привести у верующих привести к пониманию единства веры. И шлем спасения 17 стих возьмите. Вот наш ум. И нам необходимо, как написано в послании к филиппинцам 2 глава 5 стих. У вас должны быть такие же мысли. В русском переводе это чувствование, но это чувствование другое, сплакхнон. А там мысли. У вас должны быть такие же мысли, как у Иисуса Христа. Спасенные. Мысли, что спасение уже подавено. Это дар Божий. И он не отнимется. Поэтому мы ликуем, радуемся, развиваемся. Итак, шлем спасения. Наши мысли, мысли спасенного человека. Мы не разделимы от Библии, от Слова Божия, которая в следующем стихе говорится, в этом же стихе, и меч Духа, который есть Слово Божие. Меч Духа. И великолепное описание, как этот меч действует. Послание к евреям, 4 глава, 12 стих. Это острый, обоюдоострый меч, который проникает до рассечения душевного от духовного. Это меч Духа. И седьмое молитвы, 18 стих. Всякою молитву и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом со всяким постоянством и молением о всех святых. Аминь. Отец наш небесный, мы благодарны Тебе за это особенное время. Благодарим Тебя за эту удивительную энергию, которую Ты несешь нам действенным, фактическим словом. Мы благодарим Тебя, Господи, за смыслы Твоей жизни. Раскрывай перед нами эти удивительные поля, пажите, молитвы. Молитвы.